Дорогие друзья, поздравляю вас всех со Старым Новым Годом. Желаю всем радости, счастья, здоровья, добра и, конечно, мира. В сегодняшнем влоге вы увидите много разного, но кое-какие моменты я должна вам пояснить. Однажды утром, то есть вы увидите, как меняется и погода у нас буквально каждый день, то снег, то дождь, как в песне, поэтому не удивляйтесь. Те, кто живет сейчас в Эстонии, они знают, что у нас дождливая погода уже несколько дней подряд, из такого высокого, большого минуса, минус 14, резко поменялось на плюсовую температуру, плюс 2, плюс 3. Но видео будет снежная зима. И вот однажды утром, когда я пришла на работу, времени еще немножко оставалось, и я думала, погуляю вокруг дома, намотаю шаги. И вот иду, я рассматриваю, никого еще нет, конечно, тихо, снежно. На снегу рассматриваю следы, следы дроздов, их очень много там вокруг нашего садика. Тоненькие-тоненькие такие следы дроздов. К нам часто забегает зайчик, мы его подкармливаем морковкой, капустой. И вот смотрю, заячьи следы, следы дроздов на снегу. И так себе под ноги смотрю, поднимаю голову и чувствую, что у меня в зобу дыхание сперло, что называется. Стоит передо мной призрак. Сейчас вы его увидите. Что же это на самом деле? Узнаете чуть позже. А пока посмотрите. Ну, а теперь пояснение. Вообще-то, перед первым адвентом у нас украшали, оформляли территорию детского сада. И каждая группа на своем участке делала гномов. Гномы получились очень разные, очень интересные. И вот одна группа сделала такого гномика, высокого, в белой шубке. У него была голова, лицо, колпачок. Но после, прошло время, довольно много, после первого адвента. Погодные условия. Снег, дождь, ветер. Короче, эта голова отвалилась. И превратился этот гном в самого настоящего призрака. Оно еще и, представляете, шевелилось. И это надо было в этот момент видеть мое лицо, когда я... Это надо было просто видеть, ребят. Вот. Теперь дальше. В одном из своих таких разговорных видео я рассказала о том, что мы с ребятами ходили, гуляли по старому городу и увидели... Ну, для тех, кто не смотрел, я повторю... Повторюсь, там есть такой музей на улице, Таллиннской лабораториуме называется улица. И там музей, ну, всяких древностей. Там рыцари, рыцарские всякие доспехи, некоторые предметы быта средневекового. И вот там музей сам был закрыт. И видно, что никто там давно... Ну, следов не было, снег такой свеженький. И вот наши ребята. Там деревянная лестница и недалеко от лестницы. Смотрю, они столпились все. И потом бегут обратно к нам и говорят, смотрите, смотрите, что мы нашли. Это клад. Так вот, дети в руках держали деревянный сундучок, очень симпатичный, с красивым таким замочком, застежкой такой. И когда они открыли его, то там лежал очень красивый, крупный, просто такой большой, огромный кристалл зеленого цвета. Очень похожий на изумруд. Вы в этом видео... Ну, сейчас я вам его покажу. Вы увидите фотографию. Мы сказали, что, наверное, это гномик оставил, потому что дело было как раз вот в рождественские дни. Наверное, гномик оставил этот самоцвет, чтобы люди полюбовались, какое богатство гномы ищут под землей. Но, конечно, брать мы не стали, потому что мы не можем взять чужую вещь. И мы сказали детям, чтобы они отнесли это на место. Дети положили оттуда, откуда взяли, еще припорошили снежком. В общем, в такую нишу чуть подальше. И мы ушли благополучно. И буквально на следующий день у нас была запланирована экскурсия в музей природы. И мы проходили там же, мимо этого же музея. И, конечно, мы не могли не полюбопытствовать и не посмотреть, на месте ли этот чудесный сундучок, ларчик такой. И я особо не удивилась, когда дети сказали, что его там уже нет. Понятно, что кто-то приделал ему ноги. Непонятно, откуда он там появился. Положили ли его работники музея. Или кто-то другой положил его туда, чтобы, может быть, для кого-то сделать такое рождественское чудо, такую новогоднюю сказку. Это остается загадкой. Ну и пусть остается. Вот. Ну, детям мы сказали, что, видимо, гномик показал свое богатство и забрал его обратно. Вот такая история. Но сейчас давайте, ребят, я вам покажу. Я думаю, вам он понравится. Может быть, на фотографии не очень заметно будет этот размер этого камня. Но он, поверьте, просто огромный. Давайте смотреть. Всем приятного просмотра. Всем по привету. Начинаем утро с вкусного кофейка. Вот он с оранжевым клювиком. Мне интересно, некоторые с оранжевым, некоторые с таким более желтым клювом. Ребята, вы посмотрите, я нашла зимние опята. Вот это да. На пенечке растут березовым. Вон их тут сколько. И с той стороны. Хорошие грибы. Я как-то в поисковике нашла. Это какие-то королевские опята. Не подснежники в лесу, так хоть зимние опята нашли. Вы посмотрите, свадьба. Они раздеты совсем. Боже, у нас минус 15 градусов. Ах, обалдеть. Ах, обалдеть. Вот это да. Вот это любовь. Мне в шубе холодно. И я сегодня, у меня руки в этих варежках мерзут. Какой ужас. Ах, обалдеть. Местят два. Истис. Идна. Исю. И так да. Здесь консер. И сейчас, это мусно. Так. Ни. И программ окажет тюле, нигде, сисад вези сисса. Да. Истис песупулбер. Это вверху. Да, вверху лебда. И вверху это нефтябр. Если есть красивый пешок, то есть, это вверху. И, это надо, это мы оцениваем. И это будет 30 градусов. Это будет 40 градусов. И это будет Это программит Линна Следуси. Это означает, что он испанет автоматически? Да, каждый программит есть время. Здесь есть 30 градусов и 30 минут. Кестер на пикус. Здесь есть 30 градусов и 39 минут. Здесь есть 30 градусов. Здесь есть 40 градусов, сюнтетильные. Здесь есть 40 градусов, сюнтетильные. Здесь есть 2,5 тюни. Здесь есть еще один. Здесь есть еще один. Сюнтетильные. 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 Вот уже 12 минут. Сюнтетильные. Да, как предмет? Сюнтетильный. Да. Искализаное эти releasedca. И çekенты. Пряг auf Joshua. хочу показать вам красоту которую я тут готовлю сегодня смотрите я обжарила кабачки с помидорами отдельно обжарила фарш из индейки потом уложила фарш сверху на кабачки с помидорами залила двумя яйцами и чуть-чуть мы на задобавила в яйца этой смесью залила то что было на сковородочке и посыпала сверху укропом я бы еще сюда немножечко добавила чеснока мне кажется это будет обалденно вкусная еда укроп так пахнет хорошо и подпишитесь и вы сделали чёрным а я видела все там чёрно неудачная Ребята, обычно, когда я заказываю в Барборе груши, они вот эти вот все, вот эти, конференц. Но конференц, она должна полежать, тогда она будет мягкая и вкусная. Вот эти вот дубовые, как дерево просто. И вот недавно я соблазнилась на название Свит, Суит, не знаю, как дальше правильно, Свит, Дорет, 2,99 стоят они, груши. Ребята, это просто как мед, настолько сладкие, сочные, мягкие. Всем рекомендую в Барборе. Вот я заказала такие первый раз, очень вкусные. Хочу испечь пирог с грушами. Я взяла, сколько, полкило, наверное, 2 груши, они огромные такие. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Одну так съедим, а из второй хочу заливной пирог с грушами испечь. Так что рекомендую. Вот они вот такие вот, 2 огромные. Ой. Очень-очень сладкие. Хорошие груши. Испекла грушевый пирог. Вот из этих вот вкусных, сладких, сочных груш. Заливной пирог на молоке. Надо попробовать. Пахнет так вкусно грушами. Таким лимонадом дюшес и ванилином. Очень приятно. И запах кофе. Ребятки, смотрите, какой красивый получился пирог. Ой, прелесть просто. Сейчас я его с кофейком. Хотя можно и с молочком, кто любит. Очень красивый. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...